Юные футболисты празднуют победу, однако это лишь начало больших соревнований. Завершился муниципальный этап проекта «Минифутбол в школу». Церемония награждения призеров состоялась в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Дорогие друзья, по поручению руководителя администрации Щелковского района Алексея Васильевича Валова, главы Щелковского района Надежды Владимировны Суровцевой, я приветствую вас на этой замечательной церемонии. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю, чтобы все коллективы, школьные коллективы, показали свои лучшие качества. Прошли соревнования действительно масштабно. Участие в турнире приняли более 110 команд из всех школ Щелковского района. Возраст ребят различен от 9 до 15 лет. Растущие увлечения мини-футболом среди юных жителей также отмечают организаторы. В Щелковском районе вообще мини-футбол и футбол очень любят. У нас огромное количество любительских команд. В школе играют давно и с интересом. Недаром последние финалы проекта мини-футбол в школу, российские финалы, проходили здесь, на этом паркете, в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Первые места в своих возрастных категориях заняли команды Фряновской школы номер 2, школы поселка Биокомбината, Щелковская школа номер 3 и лицея номер 14. В принципе, мне все понравилось. И команды хорошие были, все хорошо. Подготовка тоже хорошая. В целом, проект неплохой. Каждые выходные играли. Выходили там с друзьями, собирались. На областном этапе тоже будем готовиться, будем надеяться на победу. Будем играть, смотреть, что за команда. Команд прекрасного пола на соревнованиях относительно меньше. Всего 20 против 92 юношеских. Однако девушек игра также захватывает с головой. Не то, что тяжело, можно сказать, даже очень интересно. Когда много людей, команды разные, вот этот азарт какой-то. Побеждать приятно. Уже будем достаточно больше тренироваться и, конечно, будем надеяться, что хоть что-то сможем занять какое-нибудь место. Областной этап соревнований стартует в марте. Игроки команд победителей представят на нем Щелковский район.